Уже в который раз за последние месяцы репортаж об очередном празднике приходится начинать с архивных кадров, чтобы хоть как-то подкрепить его былую атмосферу. Вот так Карачаева-Черкесия отмечала День России ровно год назад. А это 2004-й, тогда, как впрочем и сегодня, подрастающее поколение – самые активные участники праздничных мероприятий. В этот день можно было посетить и спортивные соревнования, и детско-развлекательные программы, и народные гуляния. Целый каскад рекламных акций, проведенных под девизами «Россия, ты можешь больше, и будущее зависит от тебя», никого не оставили равнодушным. Будущее для этих ребят уже наступило, и в нем их сверстники мечтают о своем грядущем онлайн. Что они сделают для России, когда вырастут? Буду развивать курорты Кавказа. Стану видеоблогером и буду рассказывать о важных событиях. Займусь в творчество и буду рисовать красивые картины. Буду прокладывать качественные дороги. Стану известным ученым. Буду создавать кулинарные шведы. Полечу в космос осваивать новые планеты. Стану доктором и буду спасать жизнь. Буду развивать культуру в нашей стране. Когда я вырасту, я буду законопослушным гражданином. Но несмотря на разницу между тем, как было и как есть, одним из главных символов праздника страны остается государственный флаг. И он в эти июньские дни украсил города и села. Цвета триколора Российской Федерации обыграли местные художники в своих композициях на уличных стенах. А этот развивающийся флаг на многоэтажке Черкеска по улице Парковая буквально за пару часов изобразил Александр Ольховский, который уже давно и профессионально занимается прикладным изобразительным искусством, оформлением и дизайном помещений. «Естественно, если бы дали времени побольше, исполнение было бы на порядок выше, красивее, ярче, выразительнее». «Вообще это называется стрит-арт, да, когда рисуют на стенах?» «Ну, по-русски, да, уличное искусство. И чему я очень рад, это то, что начало положено, потому что я давно уже смотрю на фасады нашего безликого, скажем так, города. Многие, с кем я общаюсь, со мной согласны, что нужно город как-то украшать. Возможности есть, руки есть, фантазия есть, только разрешение города, наших властей, наших жителей. И вперёд я буду только рад помочь украсить наш город». Украшать город к празднику не забывает и администрация Черкеска. Большой триколор из множества ленточек растянулся в центре столицы Карачаева-Черкесии на улице Первомайской. Здесь же расположилась тематическая экспозиция совсем ещё юных россиян. «Патриотичные, очень хорошие». «А помните, вот с чего вообще началось, почему именно 12 июня, с чем связана дата?» «Я не хочу это вспоминать, извините. Этот праздник, конечно, хорошо, но те годы для меня печальны. 93-й, конечно, и вот это установление праздника. Но время есть время, и дети вот показали, это тоже хорошо». «С чем связана дата 12 июня?» «Честно говоря…» «Возвращаемся в 90-е, вспоминаем, что было в 90-е». «А, СПТС СССР, основание Российской Федерации». «Почему День России отмечается именно 12 июня?» «Это был день декларации принятия независимости России. Но 90-е годы – это наши такие ударные годы, если ковычка сказать. Путь, развал страны». Принятие декларации о независимости России и последовавший парад суверенитетов союзных республик действительно вызывает неоднозначные чувства у тех, кто пережил это время. И сегодня, спустя 30 лет, не утихает полемика вокруг значимости тех событий. «Многие соотечественники считают, что 12 июня, по сути, является не красным, а чёрным днём календаря в летописи некогда самой большой страны. Но так или иначе, именно с этой даты начинается отсчёт нашей новой истории. И, как говорится, уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать. Но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы правильно закончить». Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.